В столице Заполярья состоялись 12-е городские соревнования «Первая помощь». Их участниками стали представители различных образовательных организаций областного центра, в том числе изучающие программы школы безопасности и юный спасатель. Городские соревнования «Первая помощь» прошли на базе 7-й гимназии. Главная задача таких состязаний не столько в том, чтобы выявить лучшие команды, сколько в совершенствовании навыков учащихся по оказанию первой помощи. Организаторы включили в конкурсную программу «Серую комнату», где юноши и девушки в условиях, максимально приближенных к реальным, помогают условно пострадавшим, роль которых исполняют не манекены, а волонтеры. Комната у нас специально затемнена. Звуковое соображение играет всегда тяжелая музыка, тяжелый рок, тяжелый металл, чтобы создавалось эмоциональное давление на участников, чтобы они друг друга не слышали, при этом действовали слаженно максимально, потому что они все-таки команда, по одиночке им будет посложнее. Это бывает главная ошибка, когда разбегаются, не знают, что делать. Организаторы отмечают, что в этот раз число команд значительно уменьшилось. А ведь эти соревнования, по сути, барометр того, как учащиеся сумели усвоить знания, полученные на уроках ОБЖ. В будущем, если возникнут угрожающие здоровью ситуации, ребята не только не растеряются, но и помогут спасти жизнь человеку, оказавшемуся в беде. Ведь за плечами у школьников навыки, отработанные до автоматизма. Мы отрабатываем такие умения учеников, как вызов скорой помощи обязательно, потому что не все у нас знают и умеют. Средняя группа у нас отрабатывает извлечение народного предмета у взрослого. Очень важная особенность также вызов скорой помощи и частичная сердечно-легочная реанимация. Ну а старшая группа уже работает и с младенцем по полной извлечении народного предмета, со взрослым и СЛР, конечно. Ну и также вызов скорой помощи, он обязательно для всех. Все участники состязаний вне зависимости от занятого места получили в качестве награды важный жизненный урок. На практике отработали алгоритм действий в экстренной ситуации.